Всем привет! Наступил 2024 год и я думаю многим было бы интересно, какие новинки дронов DJI покажет в этом году. И в этом видео я хотел бы рассказать про такие новинки, как Mavic 4, Air 4, Mini 5 и DJI Avato 2. Поехали! Я Александр Шевченко, на своем канале рассказываю про расъемки, видеосъемки и путешествия. Подпишись, будет интересно. И при тем, как мы начнем, хотел бы сделать такую небольшую рекламную вставку от самого себя, так как у нас есть онлайн-школа по обучению пилотов дронов, более 100 уроков, несколько программ обучения от своей первой распаковки до профессиональных полноценных роликов, которыми можно удивлять своих друзей, выкладывать в соцсети или даже зарабатывать. Так что, кому интересно, ссылочка будет доступна в описании. Итак, я поистал интернет, полазил по сайтам и, как обычно, DJI не выкладывает о своих новинках в открытый доступ к какой-либо информации. Есть только какие-то слухи, инсайдерская информация, так как вообще DJI какую-то свою дорожную карту по дронам наперед не выкладывает и обычно делает все презентации там за две недели, за 10 дней, за неделю, что вот будет что-то новое. Поэтому вся информация, которая будет в этом видео, она не подтвержденная, кроме DJI Avato 2. Вся остальная информация будет, скажем так, просто собрана из различных слухов. Но, тем не менее, они имеют веское основание для того, чтобы они были реальностью. Так что, я думаю, можем начинать и начнем мы с DJI Mavic 4. Поехали! Mavic 3 Pro является просто флагманом в сфере любительских дронов, так как он имеет лучшую картинку, лучшую детализацию, лучший динамический диапазон и, в целом, имеет лучшие полетные характеристики среди других дронов. Да, есть какие-то функции, какие-то возможности у других дронов, которые, скажем так, немножко лучше, чем у этого флагмана. Но, тем не менее, в общем и в целом, если говорить про Mavic 3 Pro, то это лучший дрон. Если мы возьмем еще версию Sign, то это будет вообще лучший дрон при там бюджете ниже 500 миллионов рублей, который можно записывать в формате ProRes, выдавать просто отличнейшую картинку для дальнейшей постопроботки. То есть, других дронов и аналогов просто нет по такому бюджету. У меня был когда-то DJI Mavic 3 Sign, он утонул в Средиземном море, что очень обидно и печально. Сейчас я летаю на Mavic 3 Pro. Как бы у меня был и тот, и тот дрон, и в целом могу сказать, что эти дроны просто отлично себя зарекомендовали. Отличие дрона с приставкой Sign, это в том, что у него есть внутренний жесткий диск на 1 терабайт, то есть внутренняя память, что очень удобно для съемок. И также есть такой специальный киношный кодек ProRes, который дает больше возможностей для дальнейшей постопроботки, чего нет у других дронов серии DJI, либо же вообще других аналогов по такому бюджету. И так как Mavic 3 вышел в 2021 году, очень многие ждали обновления до 4 версии в 2023 году. Но DJI сделал такой небольшой апгрейд с приставкой Pro. Добавили в него вместо двух камер три. Поэтому очень, скажем так, логически представить, что в этом году будет представлен именно DJI Mavic 4. И так как сейчас нет вообще никакой информации о этом дроне, можно лишь предположить, что, скорее всего, в новом дроне изменят, обновят режим передачи данных Focus Science для того, чтобы он мог передавать изображение на 20 километров, как сейчас может делать AR-3. Скорее всего, заработают систему камер, потому что сейчас при переключении между X1 и X3 и X7, ну, просто есть огромная разница в качестве, особенно с X7, потому что там матрица меньше, и качество видео, которое ты снимаешь на эту камеру, значительно отличается от предыдущих камер. Поэтому я надеюсь, что в новом дроне доработают систему камеры, она будет лучше, четче и более детализированней, чтобы не было того, что есть. Потому что если вы летаете на третьем Mavic, вы знаете, что на X7 картинка значительно хуже в качестве. Надеюсь, в новом дроне это переделают и обновят. Также, скорее всего, как и всегда во всех дронах DJI, изменят систему обхода препятствий, систему сенсоров, они каждый раз ее улучшают, каждый раз зарабатывают систему Active Track, она становится новее, становится умнее, лучше следить за объектами, и даже когда они пропадают из кадра, она все равно появляется в кадре, система их находит, цепляется дальше за них. Надеюсь, что в новом дроне эту систему также обработают, доработают, и она будет работать лучше и стабильнее. Также хочу отдельно напомнить, что практически большинство всех крашей и дронов, которые случаются с дронами, те случаи, при которых они падают, случаются именно в автоматических режимах, когда люди надеются на сенсоры, на автоматику, запускают свои интеллектуальные полеты, и дрон врезается в какой-нибудь объект, в какое-нибудь дерево, в какое-нибудь препятствие, и все из-за того, что сенсоры работают не идеально. Поэтому, скорее всего, в новом дроне, как и это обычно происходит, доработают систему камер и сенсоров. Еще можно предположить, что в новом дроне изменится продолжительность полета самого дрона, так как батареи каждый раз улучшают, делают их как-то более энергоемкими, и они позволяют дрону летать дольше. Если же, конечно, только в новом Mavic 4 не выйдет какая-нибудь версия с двумя батареями, как в Inspire, потому что об этом уже говорят много, и когда-то это хотели сделать в Phantom, но потом в целом отказались от Phantom, говорили когда-то про Mavic, что возможно сделают такую систему. Я не знаю, будет это применено или нет, но в целом я бы, может быть, рассмотрел покупку такого дрона с двумя батареями, чтобы дрон мог находиться в воздухе дольше, потому что это, ну, значительно облегчает тебе съемку, тебе не нужно думать о перезарядке, что тебе нужно, есть какие-то съемки, да тебе нужно улетать далеко, и пока ты долетишь туда, долетишь обратно, так дрон может находиться дольше в воздухе, и у тебя больше возможностей для съемки, что в целом является очень таким большим плюсом. Также, возможно, обновят пульт, который идет в комплекте с дроном. Сейчас это идет DJI RS Pro, его также можно купить отдельно. Я думаю, сейчас новым дроном будет представлен новый пульт DJI RS. 2 Pro, что в целом, ну, как обычно, будет хорошим плюсом, потому что сам пульт RS Pro довольно хороший. Он может делать трансляции, у него есть выход под HDMI, есть возможность скачивать сторонние приложения и имеет хорошее качество картинки, передачи сигнала. Плюс, что мне очень важно, он имеет возможность передачи картинки 60 FPS. То есть у тебя на пульт приходит изображение в 60 кадров в секунду, чего нет в других пультах Hot DJI. И когда ты берешь RS Pro, потом берешь обычный пульт прямо в контроллер от другого дрона, то ты замечаешь тут качество картинки, передачу, плавность изображения. И я думаю, это будет так же хорошим пультом, как и предыдущая версия. Пойдем дальше. Следующий дрон это DJI Air 4. Так как совершенно недавно, примерно полгода назад, была представлена версия DJI Air 3. И в целом классный дрон, имеет возможность вертикальной съемки, передачи сигнала на 20 километров. То есть даже то, чего нет у дрона Mavic 3 Pro, хоть это и есть флагман. Но тем не менее, дрон вышел совсем недавно и рассчитывать на обновление в этом году было бы странно. Поэтому если будет какое-то обновление, то это будет максимум обновления до Air 3S или Air 3 Pro. Поэтому, скорее всего, обновление данного дрона в серии Air будет в следующем году. Такое уже полноценное. Следующий дрон это DJI Mini 5 Pro. И серия Mini это прям такая народная модель, потому что она легкая, маленькая, компактная, тихая, дешевая. Что очень важно, да, в текущих условиях. И у меня сейчас на своем примере скажут, что у меня есть два дрона полноценных DJI-овских. Это Mini 3 Pro и DJI Mavic 3 Pro. И два FPV дрона. И серия Mini мне нравится за счет того, что она маленькая, легкая, компактная. Когда ты идешь куда-нибудь в город, ты летишь на самолете, и тебе важно взять с собой дрон. Но при этом, чтобы он весил мало, не занимал много места. И он не был просто тяжеленной сумкой, как это происходит с Mavic 3. То Mini это просто отличное решение для ваших поездок и для ваших путешествий. У меня на курсах есть много учеников, которые именно на дронах серии Mini, Mini 3 и Mini 4, начинают заниматься коммерческой съемкой после прохождения обучения. То есть им не нужна там серия Air, не нужна серия Mavic. Они на маленьких дронах берут уже небольшие коммерческие заказы и начинают на них зарабатывать. Это просто как некое отступление от нашей темы. Если смотреть обновление серии Mini, то можно посмотреть, что Mini 1 вышел в мае 2020 года, потом обновился в ноябре 2021, обновление в 2022, в 2023. Каждый год происходило обновление с Mini 1 на Mini 2, Mini 3, 4. И логично представить, что в 2024 году будет представлена новая серия Mini 5. Поэтому, скорее всего, ожидаем весной или летом этого года. Больших изменений, наверное, ждать не стоит, потому что в дрон весом 250 грамм сложно вставить что-то большое, тяжелое и объемное. Поэтому, скорее всего, корпус станется таким же самым. Скорее всего, обновят систему распознавания препятствий. Возможно, обновят возможность записи видео. Сейчас это у нас там 4К, 100 кадров есть возможность. Возможно, добавить 5 или 6К, но, опять же, это под большим вопросом. Потому что сейчас такое время, что постоянно выходят новые дроны, какие-то новинки. И каждый год угнаться за дронами довольно-таки проблемно. И производителю приходится так или иначе вставлять какие-то новые функции для того, чтобы люди хотели обновиться до новых моделей. Так, к примеру, когда выходил Mavic 2 и Mavic 3, с Mavic 2 на Mavic 3 хотелось перейти, потому что вышли новые функции и много разного обновления. Когда выходил Mavic 2 и Mavic 3, тоже хотелось обновиться, потому что дрон стал намного лучше. Когда вышел Mavic 4, с Mavic 3 на Mavic 4 переходить не хотелось, потому что этих функций было прям не так много. Типа там обновили некоторые возможности при съемке, добавили 4К, там было 50, стало 4К, 100 кадров. Добавили еще там какие-то некоторые функции, которые, по большому счету, не сильно влияли на качество твоей съемки. Чисто такое косметическое обновление, которое можно было программно обновить все в Mavic 3. Но DJI решили вот таким способом пойти. Поэтому я надеюсь, что Mavic 5 будет именно тем дроном, на который будет хотеться перейти и обновиться. Потому что когда выходит новый дрон, ты смотришь на него и думаешь, блин, это круто, я хочу на него перейти. И в последнее время DJI делает такие вот обновления, что смотришь на дрон, ну да, круто. Но как будто бы вот моя предыдущая версия не так вот сильно устарела от вот этой. И по большому счету, если вы, конечно, хотите идти в ногу со временем и иметь каждый раз лучшее качество, лучшую картинку, лучшую детализацию в своих роликах, то я советую, наверное, обновлять свой дрон раз в два года, для того, чтобы идти в ногу со временем и с теми функциями, которые презентуются каждый год. Ну и за финальным наш ролик, последняя новинка DJI в 2024 году, это DJI Avata 2, которая будет представлена 11 апреля, совсем скоро, через пару дней. Из известного, что будет представлено в этом дроне, изменится дизайн, он станет более легким, более компактным. Дрон станет более тихим, обновится камера, сам центр, станет более лучшее качество, лучшее изображение, обновятся очки, обновится контроллер, обновится джойстик. То есть в целом весь дрон подвергнется изменениям и обновлениям, что в целом очень классно скажется на конечных пользователях, потому что пользователи хотят летать на более хороших продуктах, на более хороших дронах, снимать более качественные видео. Так что в этом формате DJI с Avata не прогадал, и это обновление будет стоящее для того, чтобы перейти с Avata 1 на Avata 2. Ну и на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, какая новинка вам понравилась больше всего. Также по ссылке в описании под этим видео оставлю информацию про нашу онлайн школу, где можно обучиться полетам на дроне, начиная от нуля и заканчивая профессиональными роликами, с профессиональной цветокоррекцией и всем остальным прочим. Так что кому интересно, все подробности под этим видео. Ну и пока-пока, увидимся в следующих видео.